Ну, со знакомством. Тем более вы-то про меня что-то, оказывается, знаете, а я про вас отнюдь! Прилипла так, старичка? Законит дюрмон, сошла. Законит дюрмон, сошла. Законит дюрмон, сошла. Мать-пекла. Все волновалось. Понравятся вам пирожки с капустой или не понравятся? Ну, не понравится. Подождите. Какая мать! Она что, знала, что вы со мной поедете? Значит, вы меня не случайно встретили, да? Ну, как сказать? Да так, вы говорите правду! Устал я, ношу. Я на молодую Москву по делам. Или как? Главное дело для меня, Сергей Петрович, с вами поговорить. Поговорить. А на Невском я вас встретил действительно случайно. Иду к живым живьем. Я за вами езжу в гостиницу и след простыл. Ну, я подбегаю и спрашиваю. Это Буран! Буран! Это Буран! А они такие... Да. Я такой... А надолго здесь? Они такие... Сегодня вечером назад в Москву. Такой... А каким поездом у нас профессора ездят? А они такие... Ну, каким-каким? Стрелой? Первой или второй? Ну, мама мне и говорит. Поезжай, Боба! И пирожки. Начала печать. Закончайте прикрывать. Ну, рассказывайте, пожалуйста, уже. Тогда по анкетам. С самого начала. Фамилия моя... Зуйков. Владимир Михайлович. Родился в Туле. В семье военнослужащего. Отец, мать русские. Вернее, тулики. Я и так тому, что мы, тулики, особые русские. Как у нас еще обычно говорят, казюки. Казюки. Ну, то есть, ну, люди казенные, надежные, всегда при заводе. Мы медленно запрягаем, быстро не едем, да. Много везем. У нас и советская власть позже всех началась. Значит, позже всех и закончится. Нас и немец войну стороной обошел. К чему это я? Понятия не имею. А, к тому, что анкета у меня чистая, прибранная. Как у нас говорил старшина, на любом смотре показывай, ни один генерал в бинокль пыль линки не увидит. И учился нормально, и спортсмен первый юношеский разряд играл за буревестник. В самодеятельности читал поэму Владимира Маяковского. Хорошо. Скажите, это все очень важно знать? Очень. Для тех людей, что меня в военкомате смотрели, я уже перехожу к моменту, Сергей Петрович, когда меня в армию призвали. ПЕСНЯ СЕРОПЫЙ МОЛОД Долго мышцы щупали, рост, вес, даже цвет кожи проверяли. Ей-богу, смотрели румянец на щечках. Я-то уж был и подумал, что меня куда-нибудь, ну, это, ну, космонавты определяют. У нас же тогда все космосом ледит, и среди призывников кто-то такую парашу пустил, мол, космонавтов отбирать будут. Ну, я-то уже и примерился, ну, космонавт Зуйков. Звучит? А тут вдруг румянец. Ну, я и спрашиваю там, ну, на хрена в космосе румянец? Чтоб, когда в штаны от перегрузок наложишь, не бледнел и по цветному телевизору хорошо смотрелся. Шуточки, сами понимаете, там, на уровне. И вот потом отзывает меня военный и торжественно сообщает. Служить тебе, Зыгов, не в пехоте, не во флоте, а в особой роте войск КГБ. А конкретней, в полку охраны Кремля. И путь твой Зыгов, как поется в песне, далек и долг, а конкретней. 180 шагов от Збасских ворот до поста номер один, где навечно возлёк гений всех времён и народов, сам Владимир Ильич Ленин. Сукурий всё-таки не позволите? Категорически, я же сказал, дыма не переношу. Пейте, лучше бы пейте, пейте. Это само-самое. Вот какая служба мне выпала, Сергей Петрович. Можете себе представить? Я-то как раз таки могу. Мы-то выходим с вами в каком-то роде коллеги, только вы охраняли тело вождя от врагов, а я-то разложили. Точно. Только нам слово охранять будет рук строго-настрого запрещал. Караульный на посту ничего не охраняет. Караульный на посту собой воплощает и символизирует. О, как? И потому в ружье, заступившего в почётный караул, нет пульта, в глазах ресниц, а в ногах усталости. Если караульный на посту моргнёт, или с ноги на ногу переступит, это есть двойное нарушение воинского и гражданского долга. И ждёт тогда солдата не галок вахта, а призвление всего советского народа. Плюс прогрессивного человечества, которое поставили во стен Великого Кремля, как символ вселенского любви к вождю, а он в дундук и респендей не оправдал доверия. Не оправдал доверия? Все эти политбеседы я наизусть запомнил, и за все два года службы у меня ни одного замечания. И на посту я ни разу ни чихнул, ни моргнул, ни пул. Ой, ну ладно, мне уж-то не забирайте, я не могу вашего поста сто раз проходить. Прекрасно там ваши караульные мигают, и по сторонам... А другие, может быть, я отнюдь... Можете в роте справки навести, Сергей Петрович, вам старослужащие скажут, Зуйков входил в гранитную сотню. А поезд шел по дороге из стали среди телеграфных столбов. Где солнце было краснее помады, воздух прозрачнее слов. И я валялся на верхней полке в пространстве между явью и столом. А где-то рядом с брошенной стройкой мой дом отдали под слов. Гранитную сотню. Это у нас такая именная команда собралась с января двадцать четвертого года. Лучше, которое, как говорится, вразлив гранит. А кто знает, чего это стоило? Только дураки нам завидовали. Мол, у кремлевских служба лафа, офицерское довольствие. Кормили правда отлично. Так ведь не человека кормили. Организм, и мясо, и витамины. Тело, чтоб как струна. Нога, чтоб стояла при шаге, как у молодого. И вот так вот застыл на час ухода в гонзале, как в наркоз ушел. В тебя туристы пальцами тычут, иностранцы вспышками мигают. Дети ручонки тянут, а ты в рот в гранит и окаменел. Ну, значит, все-таки наблюдали обстановку. Только боковым зрением. У караульных на посту от напряжения зрачка боковое зрение развивалось, как у стрекозы. Сараульного Василия Блаженова глядит, а манеж видит. Тоже были другая формулировочка. А еще он нам любил сюрпризы устраивать. Например, родители без предупреждения приводил. Представляете? Стоишь на посту и видишь. Отец тебе честь отдает. Мать плотком слезы утирает. Ну, думаешь, все, умом поехал. А у нас ведь и такое бывало. Миражи возникали. А потом поднимаешь наилу. Сердце из груди выпрыгивает. Крик из горла сам идет, но голос политрука уже в ушах, как радио. Сараульный на посту и мать видел, не шелохнись. Поскольку на посту ты ей не сын. На посту ты сын страны! Садизм какой-то. Это сейчас мы так рассуждаем, Сергей Петрович. А тогда, тогда вера была. И гордились. Почетная служба. Подбой курантов. Родители это понимали. А вот... Жена... Жена не очень. В ту пору, конечно, она не жена была. А так, знаете, это... У Кобзона песня была. А у нас во дворе и девчонка одна. Среди шумных подруг неприметна она. Никому из ребят неприметна она. Я гляжу и вслед. Ничего в ней нет. А я все гляжу. Глаз не отвожу. Ча-ча-ча! Вот. Она сам.